Я начал свечной бизнес, я зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, я вообще не парюсь, я занимаюсь любимым делом. Купили много материала, много килограмм воска, много форм, много одушек, но это у вас не пошло. Всем привет, меня зовут Зина, я создатель бренда свечей мод, а также создатель обучения по свечеварению. Часто ко мне на обучение приходит с целью научиться создавать классные свечи, но создавать их не просто так для себя, не в виде хобби, а большая часть парней и девушек, большая часть, конечно же, девушек хотят создавать свои бренды свечей и зарабатывать на этом, иметь какой-то дополнительный доход или, возможно, сделать его основным источником заработка. Но какой бы ни был, на первый взгляд, это простой бизнес, он также, как и любое дело, имеет в себе множество подводных камней. Почему как раз многие и уходят с этого бизнеса, так и не заработав. И так как я в этом деле уже более двух лет, сегодня хочу поделиться с вами, как бы я начинала свечной бизнес в 2023 году, уже имея те знания и опыт, которые я приобрела за это время. Поэтому наливайте себе чаек, и я думаю, это видео будет полезным и сократит вам множество времени, усилий и также денег. Итак, первое, с чего я советую вам начать, это не бросаться во все тяжкие и не увольняться с своей основной работой. Почему? Потому что это все-таки товарный бизнес, и он, каким бы ни казался простым, кажется на первый взгляд, ну что здесь такого, залил свечу, взял стакан, наклеил красивую этикетку, свеча готова, пойду ее продавать и буду зарабатывать на этом деньги. Но, как и любой бизнес, здесь есть вложения в воск, в материалы, в фитили, в ароматизаторы, в наклейку, в упаковку и так далее. И все это, конечно же, требует денег. В первую очередь я советую начинать плавно, вы можете работать на своей основной работе, как это делала я, и параллельно этому начинаться обучаться свечеварению, начинать покупать материалы, делать свои первые свечи и начинать их понемножку продавать и получая при этом свои первые деньги. И когда вы уже будете зарабатывать, например, свечеварение столько, чтобы покрыть ваши ежедневные расходы, или когда у вас будет доход уже достаточно большим, например, сравнимым с вашей основной работой, вы спокойно сможете уйти. Просто бывает много историй успеха о том, что я начал свечной бизнес, я зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, я вообще не парюсь, я занимаюсь любимым делом. И, конечно же, такие истории нас вдохновляют, хочется все бросить и просто заниматься любимым делом. Но здесь есть риски то, что дело может у вас не пойти, и тогда вы просто уйдете с разочарованием, и у вас не будет подушки безопасности. Поэтому в первую очередь я советую делать все постепенно и развиваться тоже последовательно от шага к шагу, чтобы не было рисков и разочарований. После того, как вы решили заниматься свечным делом и уже купили материалы, я советую вам определиться с нишей. Почему? Потому что сейчас очень много парней и девушек заходит в этот бизнес, и просто копировать кого-то не получится. Потому что на рынке и так много свечеваров, каждый создает максимально качественный продукт, и нужно выделяться. Определитесь вообще с нишей, с чего вы хотите начать. Возможно, вы хотите создавать ароматические свечи, или вы хотите сделать формовые свечи. То есть так вы уже судите нишу. Ниша также может быть достаточно широкой и достаточно узкой. Достаточно широкая она, если вы берете много разных свечей в свой ассортимент, добавляйте много ароматов в свою коллекцию, делайте разные формовые свечи. Тогда, конечно же, аудитория у вас будет шире, и больше клиентов может у вас заказать. Потому что у вас большой ассортимент, и есть из чего выбрать. Либо вы можете пойти по второму пути и делать какие-то эксклюзивные свечи, направленные на одну целевую аудиторию. Возможно, это будут какие-то свечи с посланиями, предназначенные на праздники. Либо это могут быть какие-то формовые свечи, например, как я люблю, это свечи в виде торсов, в виде тела. Либо это могут быть интерьерные свечи и так далее. То есть когда вы сужаете свою целевую аудиторию, вы сужаете нишу, к вам приходит конкретно за вашей свечой, и так вам проще выделиться. Но либо вы можете пойти по другому пути, здесь нет единственного верного пути. Вы можете делать более широкий ассортимент. Просто определитесь с тем, с чего вы хотите начать на старте. Также, исходя из этого, не спешите сразу же увеличивать ассортимент. Начинайте потихоньку, тогда у вас уйдет меньше вложений на это. Часто бывает, что когда вы только начинаете, я сама через это проходила, мы заходим в свечной бутик, какой-нибудь свечной магазин, где много ароматов, где много форм, хочется и то, и это. Например, я ученикам даю свой список на разные магазины, где я сама покупаю материалы, и вижу, как многие покупают и эти, и те формы, заказывают много разных ароматов. Да, это очень классно, это как раз преимущество, наверное, свечеварения, когда вы занимаетесь любимым делом, вы наполняетесь. Но каждая одушка, каждая форма — это вложение ваших средств. И я считаю, что если вы заходите в это дело с целью не просто заливать классные свечи, а с целью зарабатывать, каждое вложенное средство должно быть окуплено. И, соответственно, чем больше форм, ароматизаторов вы покупаете, тем больше средств вы вкладываете. Как я советую делать? Возьмите одну, две, три максимума по разной форме, либо возьмите три разных аромата, например, из разных коллекций. Это могут быть древесные, цветочные, фруктовые. И начните уже делать свой ассортимент. Начните его продвигать, начните его фотографировать, начните о нем рассказывать и со временем уже постепенно увеличивайте ассортимент, для того, чтобы у вас не было такого большого кассового разрыва, когда вы закупили много материала, много килограмм воска, много форм, много отдушек, но это у вас не пошло. Также работаем постепенно. Следующее, на что я хочу, чтобы вы обратили внимание, после того, как вы определились с нишей, выбрали свечи, с какими вы хотите заходить на рынок, определитесь вообще с брендингом. Брендинг – это то, что будет вас отличать от других. Он проявляется в дизайне. Например, у вас будет свой логотип, у вас будет какая-то отличительная черта, у вас своя будет подача упаковки. Брендинг делать несложно, его можно сделать самостоятельно, если на первом этапе у вас нет средств. Например, вы можете делать его бесплатно в приложении Canva. Canva в России сейчас не работает, но если использовать в Украине, то все нормально. Либо если у вас есть свободные средства, и вы готовы их инвестировать, вы можете заказать работу у дизайнера, и они сделают вам профессиональный логотип, профессиональные этикетки, которые будут стоить дорого, которые будут повышать статус вашему бренду, которые будут выглядеть профессионально. Брендинг – это первое то, с чем вы ассоциируетесь у людей, то, что выделяет вас среди остальных. Это может быть определенный цвет ваших этикеток, это могут быть определенные подсвечники. Подумайте, то, что вы хотите внести в этот рынок, не нужно просто кого-то копировать, как я уже говорила, добавляйте что-то свое. То, в чем будет ваша индивидуальность, то, что захотят купить именно у вас. Следующее, что вам нужно будет сделать на старте, это, конечно же, создать качественный продукт. Нас, кстати, в чат скидывали работы, которые продают уже другие сечевары, даже с других стран. Эти свечи идут с дефектами, с фростингом, с налетом. Такие свечи, конечно же, выпускать на рынок я не рекомендую. Почему? Потому что, не доработав свой продукт, вы выпускаете его на рынок, и, соответственно, вы получаете плохую, негативную обратную связь. Продаж повторных у вас уже не будет. Пойдет нехорошее сарафанное радио о том, что эти свечи не пахнут здесь, они некрасивы, тут отклеилось, тут пошли мокрые пятна. То есть, ваш продукт должен сам себя продавать. Если вы делаете качественный продукт, то один раз продав, у вас будет уже постоянный клиент, который, попробовав один раз, захочет еще и еще, либо захочет дарить ваши свечи, например. Уделите качеству ваших свечей особое внимание. На первом этапе, конечно, здесь у вас идет большое количество времени, потому что каждую свечу нужно будет залить, определиться с материалами, определиться с одушками, определиться с формами. Все это сделать и обязательно протестировать. В ходе тестов выявятся дефекты, которые нужно будет дорабатывать. Но именно таким путем, пусть он и будет кропотливым, как раз и вырабатывается ваш качественный продукт, за который вам не будет стыдно. И о качестве которого вы сможете рассказывать и другим, говорить о том, чем отличаются ваши свечи. У вас будет своя история, как вы создавали эти свечи, через что вы прошли, как вы добивались такого хорошего качества. И вы будете гордиться своим продуктом. И тогда клиенты также будут принимать то, что вы сделали качественный продукт и будут с удовольствием им пользоваться. Когда они еще, например, купят у вас ароматическую свечу, они ее послушают, они будут просто в восторге от того, что она пахнет на всю комнату и будут рассказывать о вашем классном продукте своим знакомым, тем самым привлекая к вам дополнительных клиентов. Вы можете посмотреть мои бесплатные уроки на канале о том, как создавать свечи, и вы можете пройти мое обучение, где я более подробно рассказываю, а также делюсь своими проверенными поставщиками. Просто уделите этому моменту особое внимание. После того, как вы создали продукт, нужно его правильно продвигать, потому что одно без другого не работает. Если вы создали классный продукт, но вы его не продвигаете, о нем не узнают люди, и у вас нет продаж, что в принципе логично. И наоборот, если вы занимаетесь только продажами и продвижениями, но сам продукт у вас хромает, то благодаря маркетингу больше людей просто узнает о том, что у вас некачественный продукт. Поэтому вот эти две сферы должны работать воедино, и как раз одно без другого не работает. Продумайте сразу же план, как вы будете продвигать свои свечи, и как люди будут о них узнавать. Возможно, это будет у вас сарафанное радио, вы можете начинать через знакомых. Возможно, вы будете развивать свои страницы в соцсетях. Инстаграм, Ютуб шортсы. Если вы находитесь не в России, вы можете развивать ТикТок, либо другие социальные площадки. Вы можете выставляться на каких-то определенных ярмарках. Но чем больше социальных сетей, чем больше площадок вы используете, тем больше будет выхлоп. И со временем вы можете понять, какая социальная сеть, какая площадка у вас приносит больше клиентов. Просто сделать свечи и ждать, что к вам придут клиенты. Ну, извините, в 2022-2023 году это не работает, и это не работает уже давно. Нужно обязательно задуматься о продвижении. Следующий немаловажный факт, на что я обращаю очень пристальное внимание, это на фотографии, на тот контент, который вы создаете. Потому что свечи вживую сами себя классно продают. Например, в магазине их можно понюхать, послушать аромат, их можно потрогать. Но именно сам контент должен быть продающим. Потому что, когда мы смотрим в социальные сети, когда мы листаем ленту, нас цепляют определенные кадры. Ваши фотографии должны быть интересными, цепляющими. Либо, если вы боитесь переборщить, вы просто уберите все лишнее из кадров, сделайте минималистичные снимки, где кроме свечей не будет ничего лишнего. Мне кажется, лучше делать меньше, но лучше, чем просто переборщить и в кадры залить все. И мишуру, и свечи, и пески, и все будет оляпистое. Также, благодаря грамотному визуалу, можно увеличить стоимость ваших свечей. Почему? Потому что у одного аккаунта свечи выглядят дорого, выглядят презентабельно, а у другого аккаунта, например, свечи выглядят дешево, и никто не будет за них платить дорого. Поэтому фотографии сейчас играет решающее значение. На рынке много конкурентов, благодаря чему вам нужно учиться выделяться среди остальных. Если вы боитесь, что у вас какая-то неинстаграмная квартира, она не презентабельная, вы можете просто делать фотографии на белом фоне, на белом столе. Можете купить себе фотообои специальные и фотографировать на них. Также продают специальный лайтбокс, это специальное оборудование, куда вставляется предмет, в нашем случае это свеча, и он подсвечивается со всех сторон, создавая как раз то правильное освещение, которое используется на каких-то рекламных макетах, на рекламных фотографиях. Тогда ваши свечи прям заиграют новыми красками, они будут выглядеть гораздо дороже, богаче. Дальше. Определите себе площадку для продаж. Вы можете продавать через социальные сети. На первом этапе, когда я только начинала, мне хотелось все сделать прям идеально, хотела сделать классные фотографии, ну что в принципе и правильно. Но мне еще хотелось сделать сайт. Да, сайт сейчас у меня есть, но я к нему пришла не сразу, и на первом этапе он вам вообще не понадобится. Если вы продвигаете свои свечи в соцсетях, в инстаграме, в тикток, то вы можете спокойно обойтись и без сайта, и продавать, например, ваши свечи через директ. Я знаю много аккаунтов, которые работают уже более пяти лет, и они до сих пор работают без сайта, продают через директ, отправляют, все делают вручную. В принципе, если у вас нет огромного потока продаж, вы можете также принимать заказы через директ, через личные сообщения и отправлять их. Почему? Потому что сайт займет у вас большое количество времени. Сайт нужно обслуживать, для сайта нужно делать фотографии. Если вы сами этим этим никогда не занимались, вы потратите большое количество времени, возможно, месяц, может быть меньше, может быть больше, но это будет просто неэффективно на первом этапе. Также я советую подумать о цене вашего продукта. В первую очередь, старайтесь его особо не занижать. Цена ваших свечей должна быть такой, чтобы покрывать ваши минимальные расходы, расходы на материалы, расходы вообще на электричество, которое вы затрачиваете, расходы на формы, для того, чтобы вы хотя бы банально не ушли в минус. Не занижайте, но и не завышайте на старте вообще цены. Как ставить цены? Вы можете посмотреть в среднем стоимость ваших свечей у конкурентов конкретно в вашем городе. И если вы только начинаете, можете поставить цену немного ниже, чтобы получить себе первых клиентов. Затем, когда бизнес уже будет развиваться, у вас будет своя база клиентов, у вас будут отзывы, у вас будет сарафанное радио, вы можете повышать цену, уже доводя до цены на рынке. И, возможно, даже разольетесь еще лучше и сможете поставить свою более достойную цену. Я не говорю о том, чтобы вы прям слишком димпинговали, делали вообще работу в минус. Нет. Начинайте с базовых цен, например, да, цена либо может быть как на рынке, вы можете с этого начинать, либо сделать цену чуть ниже. Но старайтесь прям слишком не занижать, чтобы не обесценивать свой труд, потому что вы каждую свечу делаете вручную. Вы вкладываете в нее свои души, вы вкладываете в нее свое время, материалы. То есть это все должно окупаться. Если вы будете слишком занижать цену, у вас просто быстро пропадет желание что-либо делать вообще, потому что это не имеет смысла. А любому бизнесу нужно временное развитие, и вы можете вот таким постепенным шагом увеличивать цену, развивать свой бизнес. И со временем у кого-то это больше, у кого-то это меньше времени займет, прийти к своей стандартной цене за штуку. Также меня часто спрашивают директ, сколько нужно денег для того, чтобы начать. Я всегда говорю, что здесь нет какой-то определенной цифры, потому что каждый начинает с конкретно своей удобной суммы. Кто-то начинает с 10 тысяч рублей, кто-то начинает со 100 тысяч рублей. Понятно, что скорость развития этих бизнесов будет разная, потому что если у вас нет денег на старте, вы начинаете делать все понемногу. Я советую не покупать сразу 50 килограмм воска, пока вы еще не зашли в эту нишу, пока вы еще не изучили, как это все работает изнутри. Начинайте с минимальными вложениями, купите, например, 1-2 килограмма воска, сделайте тесты, доработайте свои свечи, начните их уже продавать и потихоньку закупайте новые материалы, чтобы каждая купленная свеча реинвестировала ваш бюджет, и вы, то есть этих денег, которые вы продали, снова покупали материалы, часть, конечно же, откладывали для себя. Но если, например, у вас есть возможность вложить 100 тысяч рублей, конечно же, часть рекомендую все-таки отложить на маркетинг, потому что вы можете на все эти 100 тысяч рублей купить материалы, 50-100 килограмм воска, купить много-много продукции, баночек, ароматизаторов, и просто потом сидеть вот с этим всем в своей комнате и теперь думать, куда мне это все девать. Поэтому продумайте также, как вообще вы собираетесь реализовывать свою продукцию. Если у вас есть часть свободных средств, я рекомендую 50% пустить на материалы, на воски, одушки, ароматизаторы, и остальную часть пустить на маркетинг, потому что именно благодаря маркетингу у вас будут продажи. Лучше инвестируйте эти деньги в качественные фотографии, в рекламу блогеров, в таргет, если вы, например, не в России, в способы выхода на новые площадки. Именно вот так это все работает. Не нужно класть все яйца в одну корзину, то есть не нужно там 100% вкладывать в бюджет, а когда пойдут заказы, думать, теперь где мне найти материалы, и наоборот. Также еще один лайфхак для тех, кто хочет создавать ароматические свечи. Очень сложно через экран вообще почувствовать аромат. Конечно же, мы стараемся описывать аромат максимально подробно, ассоциации, которые возникают, когда вы слышите этот аромат, но все-таки восприятие не то. И у каждого человека свое восприятие аромата. Поэтому, если вы хотите увеличить продажи, ознакомить ваших клиентов вообще с вашим ассортиментом, я рекомендую делать небольшие пробники. Их можно делать либо в небольших чайных свечках, либо заливать в небольшие формы. И каждый пакетик подписывать, каким это ароматом. Если бюджет у вас позволяет, вы можете класть вот такие небольшие пробники с ароматами при заказе в подарок, для того, чтобы клиент мог ознакомиться с еще вашим ассортиментом и понять, что, о, классная свеча, хочу ее себе попробовать теперь с этим ароматом. Или он, например, может подарить свечу с понравившимся ароматом. Если бюджет у вас не позволяет вкладывать деньги в такие небольшие подарочки, потому что это все-таки опять материалы, это воск, ароматизатор, вы можете сделать небольшой набор, например, из 10 разных ароматов и сделать их по себе стоимости. И начать их также продавать, чтобы люди ознакомились с вашим ассортиментом. Тогда им проще будет сделать выбор. Также я на старте советую вести бухгалтерию. Это самый мой нелюбимый процесс, но без него будет сложно понять вообще, в каком направлении вы двигаетесь, либо вы все деньги вкладываете, вкладываете и ничего не получаете, либо вы вроде и продаете, а денег вроде и как бы нет. Ведите бухгалтерию, заведите себе табличку Excel, либо если вы любите писать вручную, вы можете записывать все в блокнот, записывайте туда все расходы, которые вы сделали. Вы закупили, например, воск, одушки, фитили и так далее, и все это записываете. Ведите табличку расходов и доходов, сколько свечей вы продали, сколько себестоимость, сколько наценка на каждую свечу, какая маржинальность, чтобы в конце месяца вы могли сделать учет расходов и доходов, понять вообще чистая прибыль у вас какая. Я понимаю, что в первое время, возможно, у вас не будет доходов. Это, в принципе, специфика любого бизнеса. Если дело вам нравится, в принципе, и вы готовы этим заниматься, то это верный путь к успеху, потому что любой бизнес требует времени на свое развитие. Если вы пришли в этот бизнес только за легкими деньгами, то вам точно не сюда. Я надеюсь, что вы понимаете это и уже более осознанно отнесетесь к тому, что здесь прям легких денег нет, но путь у вас будет прям увлекательный. И когда вы занимаетесь любимым делом, вы можете вкладывать в него, вкладывать до тех пор, пока оно не будет приносить вам прибыли. И самый, на мой взгляд, важный, важный момент, это представьте себе, что вообще конкуренции нет. Каждый из нас уникален, у каждого из нас свой продукт. Вы можете прийти на рынок, создать продукты, которые уже есть, но в принципе тогда да, у вас будет большая конкуренция, вы ничем не будете выделяться, и вам вообще сложно будет зарабатывать на свечеварении, потому что у вас сотни и сотни одинаковых конкурентов, и вы все работаете на одну аудиторию. Продумайте тот продукт, который будет вас выделять. Каждый из нас уникален, у каждого из нас своя подача, у каждого из нас своя эстетика, и к каждому из нас тянутся свои люди. Подумайте о том, что вы можете привнести нового на рынок, с какой подачей вы разговариваете, как вы продаете ваши свечи, как вы рассказываете о них, какие они у вас на самом деле. Плюс есть большое количество разных ароматов, которые, например, не используют ваши конкуренты. У каждого из вас будет своя история бренда. Вы можете отличаться, как я уже говорила, логотипом, свечами, дизайном. Также ко мне приходила на обучение одна девушка, она создавала свечи для кошек. Я была немножко удивлена, потому что это было абсолютно новое направление, она ветеринар, и именно в свечи она добавляла какие-то специальные одушки, эфирные масла, которые помогают кошкам расслабиться, чувствовать себя лучше. То есть это абсолютно новое направление, у которого вообще нет конкурентов. Я думаю, она была первая, кто вообще придумал. Ну, по крайней мере, лично я знаю только одного человека, который пока до этого додумался. Возможно, вас вдохновит эта история. Вы создали свои уникальные свечи. Возможно, вы создадите свечи, выполняющие желания, или свечи, которые вдохновляют, расслабляют, какими-то посланиями. То есть рынок на самом деле безграничный, он огромный. И классно то, что именно в свечах вы можете фантазировать, вы можете придумать что-то свое, вы можете смешивать и то, и это. Вы даже можете сделать силиконовые формы в виде своих свечей. То есть фантазия неогранична, только думать о том, как вы вообще можете выделяться, и как вы можете получать от этого наслаждение. Я надеюсь, что эти пункты, именно основанные на моем личном опыте, помогут вам максимально быстро создать не только красивые свечи, но и сделать из них бренд свечей, начать уже продвигаться, начать зарабатывать на этом. И я желаю, чтобы ваше любимое дело обязательно приносило вам удовольствие, ну и, конечно же, доход без этого никуда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...